Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Украли свою зарплату и оказались в полиции. Двое мужчин в Каспийске пошли на крайние меры, чтобы получить оплату за свой труд. Красиво, но недосягаемо. Купить дом в Махачкале могут не все. Республика стала аутсайдером рейтинга по доступности жилья. Копила деньги на поездку в Хаш для своей соседки и на везение стала победителем розыгрыша. Об удивительной истории удачи и взаимопомощи в сюжете наших корреспондентов. Кража как способ получить свой заслуженный заработок. В Каспийске двое мужчин задержаны за хищение штукатурной станции стоимостью 350 тысяч рублей. По словам подозреваемых, пойти на такой шаг их вынудил работодатель. Прораб не выплачивал мужчинам деньги за проделанную работу, отчего они и решили наказать хозяина. А за что задержали вас? Украли машину штукатурной станции. Рассказывай, как все это произошло. Поехал, работали, деньгами чуть не получил у нас, и до этого украли машину. Деньгами с кем не получил? С прорабом. Однако все пошло не по плану. Молодых людей за преступление доставили в отдел полиции. Завели уголовное дело, похищенное оборудование у задержанных изъято. Следствие проверяет достоверность показаний подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается. В Дагестане самое недоступное жилье. Республика стала аутсайдером рейтинга по доступности жилья. Исследование показало, что семьи в республике копят на квартиру больше 10 лет. Такие данные объясняются низкими зарплатами и отсутствием возможности откладывать значительные суммы. Сильный спрос на жилье позволяет ценам держаться на высоком уровне по всей России. Наиболее доступное жилье сегодня в Магаданской области и в Ямало-Ненецком автономном округе. Где семьям для того, чтобы накопить на квартиру понадобится чуть менее полутора лет. В Махачкале могут отменить повышение проезда. Предписание об отмене указа о проезде в 23 рубля пришло в администрацию и всем транспортным компаниям накануне. Об этом сообщили в Управлении промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства. Таким образом, отчет начался с сегодняшнего дня. Если транспортные компании не используют предложение, то могут обратиться в суд для оспаривания этого решения. Но при этом к ним будут применены штрафные санкции, отметил глава ведомства. Многие мусульмане копят деньги всю свою жизнь, чтобы оказаться в хадже. Совершить паломничество в Мекку и выполнить один из столпов ислама могут, к сожалению, не все. Героиня нашего следующего сюжета уже и не надеялась увидеть священную Каабов. Пока однажды не получила приятную новость от своей соседки. Об удивительной истории щедрости и взаимопомощи в сюжете Карина Баталовой. Я просила Бога за одного человека, который очень много лет мечтает и не может попасть в хадж. Моя мечта сбылась. Когда Зухриджа Браиловой подарили билет на вечер нашидов, она и не знала о розыгрыше путевки в хадж. Но с первых секунд объявления победителей для себя уже все решила. Шанс посетить священные земли достанется не ей и не родным, а нуждающейся соседке, за которую уже много лет мусульманка просит у Бога. Когда объявили на вечерах нашидов, что будет разыгрываться путевка, я стала просить Бога, чтобы путевку выиграла я. Для того, чтобы отправить соседку, которая очень много лет мечтает попасть в хадж. Дочка, хотя сама тоже несколько лет, все время планирует в хадж поехать, но у нее не получается. Тем не менее, когда она услышала эту новость, она очень обрадовалась. Зухра уже была однажды в хадже и очень хочет снова туда поехать. Но признается, что сделать этого не смогла бы, ведь соседка так давно об этом мечтает. Свои желания женщина отложила на второй план. Лет 40 я мечтаю. Когда вот начали только на только ехать в хадж, я мечтала, но возможности не было. Видимо, Аллах услышал. Всю свою жизнь бабушка Зайнаб жила небогато. Работала посудомойщицей в столовой, воспитывала двух детей без отца. Их надо было накормить, обуть, женить. Как дуть деньги, соберешь на хадж. На пенсию 8 тысяч далеко не уедешь. Сын строится. Возможности помочь матери у него нет. У меня сын тоже был хадж, правда, скажем. Когда он 16 лет был, он в Исламском университете окончил меня. Мальчим усилием их, с их помощью. Они здесь жили, соседи мои были. Сейчас они там в Кахулай живут, дом построили. Весь Кахулай собирал мне деньги для сына. Ихняя старшая сестра помогла поехать. Теперь Зухра занимается документами бабушки Зайнаб. Помимо всего прочего, она еще и откладывает деньги на все расходы в поездке, которые могут понадобиться соседке. У нее нет возможности даже оформить заграничный паспорт. А тем более нет возможности на какие-то расходы в хаджи. Поэтому сейчас я в первую очередь хочу помочь с загранпаспортом и впоследствии собрать деньги в хаджи. В этой истории свое благонравие проявили немало человек. Когда организаторы «Вечера Нашидов» и представители компании «Марва Тур» узнали о нелегком положении Зайнаб Казимовой, они решили поменять разыгрываемую изначально путевку в «Малый хадж» на путевку в «Большой». А это значит, что уже через месяц женщина впервые отправится на святые земли. Карина Баталова, Хадижа Кадеева, Шахрудин Халидов, телеканал ННТ, Махачкала. В социальных сетях появилась провокационная информация о случаях удержания зарплаты бюджетников средств на строительство Духовного центра имени пророка Исы, мир ему. В этой связи Муфтиат Республики Дагестан сделал официальное заявление. Муфтиат Республики Дагестан официально заявляет, что данные измышления не имеют под собой почвы и распространяются лицами и ранее замеченными в попытках дискредитации Духовинства Республики, которые публиковали заведомо ложные сведения о деятельности мусульманских организаций с целью разжигания к ним неприязни и намеренного введения людей в заблуждение. Муфтиат Республики Дагестан обращается ко всем с просьбой сообщать о фактах удержания денег на строительство мечети, если таковые имеют место быть и осуществляются не на добровольной основе в качестве пожертвования. В случае подтверждения данной информации, все средства будут возмещены тем, кого принудили это сделать. Тем временем в городах и районах Республики продолжается фестиваль фольклора и традиционной культуры горцы. Так накануне праздник прошел и в Дербенте, на территории крепости Нарынкала. В мероприятии принял участие мэр города Хизри Абакаров. Он ознакомился с предметами народного творчества разных стран и посмотрел выступления творческих коллективов. В этом году участие в фестивале приняли более 70 творческих коллективов, в том числе из зарубежных стран Индии, Ирана, Чехии, Словакии, Сербии и Казахстана. Через национальные танцы и песни они передавали культуры и традиции своих стран. И о спорте в Республике стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участие приняли 170 спортсменов-прикладников. Команды будут состязаться в четырех дисциплинах. В подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодолении полосы препятствий, пожарные эстафейсы и боевом развертывании. Все элементы максимально приближены к действиям в чрезвычайных ситуациях. По итогам межрегиональных соревнований определят самую сильную команду, которая будет представлять федеральный округ на всероссийских соревнованиях. Все пожарные, вся боевая работа строится на пожарно-прикладном, пожарно-спасательном спорте. Подрастающее поколение всегда вырастает на спортивных достижениях, подпитывает наше министерство, нашу пожарную охрану. Без вас никакие боевые подразделения не смогут справляться с той задачей, которая стоит перед ними и в целом перед министерством. Люди надеются на министерство, люди надеются на вас. В Махачкалинском аэропорту минувшей ночью встречали триумфатора европейских игр по боксу Муслима Гаджимагомедова. Разделить радость победы с чемпионом приехали представители Минспорта и Федерации бокса республики, а также многочисленные болельщики. Как мы сообщали ранее, воспитанник дагестанской школы бокса оказался единственным обладателем золотой награды Евроигр в составе сборной России. Это очень нас обрадовало. Мы, конечно, гордимся, что у нас есть наследники, иначе имеется в дагестанции, что у нас есть хорошее, да, по традиции идет. Я думаю, что с сегодняшним выигрышем он станет еще лучше, причем потому, что у него появилось такое желание стремиться к олимпийским играм, поэтому у него есть все данные для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. Все четыре поединка на пути к золоту Гаджи Магомедов выиграл единогласным решением судей. Дополнительных сил во время финального боя боксеру придавало присутствие на трибунах Минского дворца спорта президента России Владимира Путина. Когда узнал, что Владимир Владимирович Путин сидит и смотрит бой, появилась дополнительная мотивация, понимал, что надо выиграть, и как-никак в боксе надо было обязательно золотую медаль, хотя бы одну. И было очень приятно, что Владимир Владимирович приехал, поддерживал нашу сборную. Общекомандная победа дагестанских токвандистов завершился чемпионат России среди спортсменов с нарушениями слуха. Турнир проходил в Красноярске. В состав сборной республики вошли 25 человек. Почти половина из них вернется домой с медалями. Чемпионами страны стали самый титулованный участник команды, призер сурд Олимпийских игр Шамиль Исаков и Шарип Шамхалдибиров. Кроме этого, у нас четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Всероссийские соревнования стали отборочными перед чемпионатом Европы, который пройдет в декабре в Турции. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин